Илья Как отмечает святитель Иоанн Златоуст, среди иудеев была молва о пришествии Христа и Ильи, но они неправильно толковали ее. Писание говорит о двух пришествиях Христа, о бывшем и будущем. По той же причине фарисеи посылали к Иоанну и спрашивали, что же, ты или я, вовсе не упоминая о первом пришествии. Однако приверженцы Ирода, говорит Господь, поступили с Иоанном так, как захотели. То есть, по словам блаженного Иеронима Стридонского, ввергли в темницу, обезглавили и принесли голову его на блюде. Тогда, по мысли блаженного Феофилакта Болгарского, ученики, став вдумчивее, поняли, что Спаситель назвал Иоанна Ильею, потому что он был предтеча первого, как Илья будет предтечей второго пришествия Господня. После того, как Иисус преобразился перед своими ближайшими учениками на горе Фавор, он запретил им рассказывать об этом событии кому бы то ни было до тех пор, пока он не воскреснет из мертвых. В ответ на это повеление Учителя апостолы вспомнили пророчество из Ветхого Завета, согласно которому перед пришествием Мессии должен прийти пророк Илья. Это пророчество мы находим в книге пророка Малахии, который говорит «Вот, я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Книга пророка Малахии, глава 4, стихи 5-6. Пророк Илья – один из двух праведников Ветхого Завета, который был взят живым на небо. В иудаизме он ассоциируется с мессианским временем и наступлением избавления Израиля. Илья должен будет воссоединить рассеянные колена народа Божия и водворить мир на земле. Согласно христианской традиции, явление пророка Ильи во плоти предварит второе пришествие Христова и его главную миссию. Господь, обращаясь к своим ученикам, отчасти подтверждает истинность подобных представлений. Действительно, Илья должен прийти и устроить все. Однако явление пророка Ильи во плоти произойдет перед вторым пришествием Господним. Говоря же, что Илья уже пришел, Христос имеет в виду Иоанна Предтечу. Иоанн Креститель, главная миссия которого состояла в том, чтобы подготовить сердца иудеев к принятию проповеди Евангелия, должен был нести свое служение совершенно особенным образом. Об этом возвестил ангел, когда обратился к его отцу, пророку Захарии. Иоанн предъедет пред ним в духе и силе Ильи. В еврейской среде времен земной жизни Спасителя был распространен обычай называть одного человека именем другого, жившего ранее, на основании сходства их служения и образа жизни. Поэтому Христос говорит, что Илья, которому еще только надлежит прийти телесным образом в конце времен, уже пришел. Он явился в лице Иоанна Предтечи. Во времена земной жизни Христа ожидание пришествия Мессии и исполнение пророчеств Ветхого Завета было особенно острым. Когда Иоанн Предтеча начал свою проповедь, иудеи из Иерусалима послали к нему священников и левитов, чтобы узнать, кто же он, и задали ему вопрос «Кто же ты, Илья?» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 21. На что получили отрицательный ответ, поскольку Иоанн не был Ильей в прямом смысле этого слова, но лишь нес на себе силу его и пророческий дух. Иисус отмечает, что иудеи не смогли увидеть и распознать в служении Иоанна Крестителя силу и дух пророка Ильи, но поступили с ним, как хотели, указывая тем самым на мученическую смерть Предтечи. И хотя Иоанн был казнен в темнице по указанию царя Ирода, Христос считает, что в его смерти повинен весь народ, поскольку иудеи не воспрепятствовали казни пророка. Еврейский народ не узнал Предтечу Иоанна как Предтечу Мессии и не понял сущности его мессианского дела. В последние дни своей земной жизни Господь часто говорил ученикам о предстоящих Ему страданиях. Так и в этот раз, вспоминая мученическую смерть Крестителя, Иисус снова говорит о том, что Ему надлежит пострадать от рук народа, который обезглавил Иоанна. Мученическая смерть Предтечи наводит на мысль о мученической кончине самого Христа, и Господь пользуется этим случаем, чтобы предсказать конец. Главная причина, по которой избранный народ не смог распознать явление пророческого духа и силы Иоанна в лице Иоанна Крестителя и пришествие Мессии в лице Иисуса – окаменение сердца. Евангельские строки напоминают нам о том, чтобы мы внимательно и трепетно следили за собой, дабы нам не уподобиться людям с костным сердцем, но жить в ожидании пришествия Господня. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok